На этих фотографиях мои предки, моя бабушка, она работала на фронт, шила одежду для солдат русских, а ее муж, Иван Павлович Белов, погиб в 1941 году осенью. Их последняя встреча была в сентябре, бабушка только родила сына. Они успели увидеться, в это время советская армия отступала, вот потом он погиб. Пришло известие, пропал без вести. И вот он перед войной, фото, он в центре здесь сидит с солдатами, он был командиром подразделения Иван Павлович Белов. А это родной брат дедушки Солянкин, Георгий Алексеевич. Он был летчиком, вот простой деревенский парень, вот стал летчиком. И его экипаж погиб в 1939 году на Халхинголе. Командиру экипажа было присвоено звание Героя Советского Союза. Командиру, не весь экипаж, только командир. Ну вот он геройски погиб, и бабушка писала, даже потом, когда ей удалось из Смоленска выбраться в Москву, где была комната у них, она с детьми, вот с этим новорожденным на руках, еще дочка, одна девочка погибла, прямое попадание было бомбы, когда наши разведчики помогали линию фронта переходить, потому что они под немцами остались на Смоленщине. Вот они оказались в Москве, их комната занята. И вот бабушка тогда писала письмо Сталину и говорила, что вот погиб брат в 1939 году, чтобы им вернули комнату жилье в Москве. И они, так сказать, вернули свое имущество. Вот такая вот история. Страшная история, да, но о них мы будем помнить всегда. Спасибо. Спасибо.